Здравствуйте! Сегодня я попробовал себя в роли интервьюера, что достаточно сложно. Целый час Алексей Шевцов не может никого перебивать и вставлять свои пять копеек. Невероятный вызов! Сегодня у меня в гостях человек, который не нуждается в представлении, Дмитрий Гордон. Мне показалось интервью интересным. С некоторыми утверждениями Дмитрия я согласен, с некоторыми, напротив, не согласен, но это видео не про мое мнение, а про мнение гостя. Если вам такой формат нравится, то, ну, говорю как есть, не жалейте лайков. Так я пойму, что вам это интересно и буду делать интервью с другими известными людьми. Сейчас малюсенькая реклама и мы начинаем. А вот подписчики моего телеграм-канала уже несколько дней назад знали, что у меня будет это интервью. Подписывайтесь туда, там я делюсь той информацией, которая не доходит до ютуба. Всякие посты рассуждения, 30-минутные подкасты вон недавно выставил, вместо того, чтобы видео снять. То есть там дополнительный контент. Ну а если про этот канал вы в курсе, то у меня появился недавно новостной канал. Мемы, горячие новости, прикольные видосы, обсуждения. Подписывайтесь. Все ссылки в описании. Смотрите, 24 февраля. Как вообще вы его встретили? Вы знали, что это будет происходить? Подготавливали ваши инсайдеры? Как вы вообще встретили этот день? Все эти события? О том, что начнется война, мне говорили 4 месяца наши американские и британские партнеры и коллеги. 4 месяца. Я имел абсолютное понимание, что они это говорят. Но я имел абсолютное неверие в то, что это может произойти. 23-го вечера мы собрались в очень узким кругом с друзьями. И американцы еще раз настойчиво говорили, что 24-го в 4 утра все начнется. Мало того, во время нашей встречи за столом позвонил одному из моих друзей, очень высокопоставленный человек из Соединенных Штатов, и сказал, жди 4 утра, они начнут. Я опять-таки не верил, мы расстались в час ночи. Я навел часы будильник на 4 утра, на 24-е. Будильник зазвенел, прозвенел, я посмотрел, ну, опять не срослось, не началось. Без 10-ти 5 я проснулся от взрывов. Такие, знаете, бах, бах. Я подошел к окну, красное зарево увидел, и тут же третий взрыв раздался. Я включил телевизор, канал Россия-1, увидел Путина. Он говорил о том, что начинается так называемая специальная операция. И я записал через 10 минут, наверное, уже видео на фоне говорящего Путина и выложил в Инстаграм и в Ютуб свое обращение к украинцам. Да, я помню это видео. Одно из первых, которые я, в принципе, увидел. Вот смотрите, вы как журналист и блогеры, и шоумен, вы ходите на всякие различные интервью, часто появляетесь в медийном пространстве. Ощущаете ли вы в Украине свободу слова? Есть ли она или ее нет, или какие-то с ней есть ограничения и проблемы? Вот на ваш взгляд. В Украине абсолютная свобода слова. То есть абсолютная. Я вам говорю как человек, на чьи платформы подписано более 10 миллионов. А смотрят, ну это десятки миллионов в разных странах людей. Полная свобода слова. Я говорю то, что думаю, то, что я хочу сказать в настоящий момент. Мои герои, надеюсь, говорят тоже свободно. Во всяком случае, я никогда не цензурирую их, не рассказываю им, что им надо говорить, что нет. Поэтому нет. Полная свобода слова. Для меня. Я не знаю, может кто-то зажат, может кто-то не расслаблен, может кто-то боится чего-то, не знаю. Я говорю всегда то, что думаю, и горжусь этим. Никогда за вот все время вашей работы государство, грубо говоря, не стучало, не предупреждало, не угрожало. Именно государство, не частные какие-то отдельные лица? Никогда. Задумался я, чтобы не соврать. Никогда. У вас, я до интервью, когда ознакомливался с недавним интервью, нашел интервью с Арестовичем. И был несколько удивлен, потому что у вас с ним был откровенный конфликт. Вы друг друга называли аферистами. Скажите, как этот конфликт вообще произошел? И как он испарился в итоге? Смотрите, Арестович никогда не называл меня аферистом. Он называл меня умным человеком. Я его называл аферистом, да, было такое, но опять-таки не за глаза, а в глаза. Это правда. Вот. Я пересмотрел свое отношение к нему в том плане, что он очень талантливый человек. Он шоумен, безусловно, он умница. И я уже говорил, что когда закончится война нашей победой, он смело может заряжать воду с экранов телевизора. Молодец. А вот смотрите, в принципе, ему можно верить, как именно, аналитику, эксперту? Или он больше такой вдохновитель, идейный? Я дружил с Леонидом Сергеевичем Броневым, великолепным актером, который играл Штирлица в культовом фильме 17 Штирлица, Мюллера. В культовом фильме, сериале 17 мгновений весны. У него там была фраза такая знаменитая, которую он мне повторял неоднократно. И запомните, в наше время верить нельзя никому. Хе-хе-хе, мне можно. Потрясающе. Еще один из таких ваших интереснейших гостей это был Гиркин Стрелков. И у меня по нему есть несколько вопросов. Вопрос такой первый. Как Гиркин в условиях современной России, где заблокированы все СМИ, где блогеры, которые хоть немного высказали что-то мимо линии партии, сразу же инагенты, изгнанные, либо в принципе преследуются. Как он умудряется говорить то, что он говорит? Я думаю, я вам выскажу свою точку зрения. В окружении Путина, в руководстве армии, страной России, я имею в виду, есть люди, которым не нравится позиция Путина. Они понимают, что этот старый идиот загоняет сейчас Россию под плинтус, и они не хотят уходить туда вместе с ним. Я думаю, что Гиркин является выразителем мнений этой определенной части российской политической элиты. Поэтому, учитывая, что мнения есть разные, ему дают говорить, но опять-таки он говорит в Ютубе, он же не говорит на официальных платформах. Но его поэтому и не трогают, потому что знают, что он под кем-то. Это мое мнение. А как вам вообще пришла идея с ним связаться, взять у него интервью? Многие просто тогда в Украине неправильно это восприняли, дескать, как вообще с Гиркиным можно общаться, записывать с ним какие-то интервью. Тем не менее, я с ними, кстати, не согласен. Я считаю, что журналистская работа, она на той журналистской, что можно, не знаю, хоть у Гитлера брать интервью, чтобы понять, анализировать, делать какие-то выводы. Вот расскажите, как к вам пришла эта идея? Алексей, я с вами согласен. Журналист особенно свободный, имеет право брать интервью у кого угодно, у кого захочет. Значит, но в случае с Гиркиным, это была специальная операция главного управления военной разведки, ГУР, МО, Министерство обороны Украины, и Генеральной прокуратуры Украины, и меня как журналиста. Цель была проста. Гиркин не являлся на допросе, естественно, не хотел давать пояснение, письменное пояснение нашим специальным службам и Генеральной прокуратуре, а его нужно было задокументировать, для того, чтобы эти свидетельства играли на процессе в ГААГе по сбитому Боингу МН-17, к сбитию которого Гиркин имеет непосредственное отношение. Поэтому мы пришли к тому, что сделали интервью, в котором было 55 или 56 вопросов, сформулированных главным управлением военной разведки и Генеральной прокуратурой. Если вы посмотрите интервью, вы сразу поймете, где эти вопросы. Я их читал прямо с листа, потому что мне важна была формулировка, чтобы была соблюдена, и после этого я прошел допрос в Генпрокуратуре, все как положено, и мой старший сын, с компьютера которого записывалось, тоже были сняты все данные с компьютера, чтобы там не было купюр, не было ничего. Флешка была отправлена в ГААГу, в суд за дни 10, наверное, до выхода интервью, она приобщена к делу, о чем заявили специальные представители процесса в ГААГе. То есть мы сделали очень хорошее дело для нашей страны. То есть флешка реально поехала в ГААГу? Конечно. Не, просто тогда это все превратили в какую-то шутку. Ну, смотрите, у нас в стране достаточно безмоззлых идиотов, которые хотели потроллиться, похайпиться на этом. Я не знаю, что они хотели, им казалось, что я настолько дурак, что я беру интервью врагов Украины и кайфую от этого. К тому же тогда нельзя было говорить какие-то вещи, рассказывать мне нельзя было, потому что мы обменялись письмами соответствующими, и с Генеральной прокуратурой на всякий случай. И с Гурмо. Эти письма, кстати, всплыли потом в руках у Соловьева во время одной из программ на канале «Россия-1». Не знаю, каким уже образом. Ну, копии, естественно. Ну, об этой спецоперации знал президент Зеленский за полтора месяца до начала. Об этом знал целый ряд людей, кому положено было знать. Но те, кто кричал, что Гордон сволочь, они об этом, естественно, не знали. Но кто они такие, чтобы им об этом рассказывать. Прошло время, видите, я спокойно об этом рассказал еще до войны. Потому что это уже перестало быть тайной. И я горжусь, что с моей помощью Украина получила бесценные свидетельства этого военного преступника. Понял. Дмитрий, кстати, скажите, у меня, кстати, много зрителей спрашивал этот вопрос, изменилось ли ваше отношение к Юрию Дудю? Нет. Я прекрасно к нему относился и продолжаю к нему прекрасно относиться. Мне могут сказать, а вот он не заявил своей позиции. Его позиция видна в его интервью, которое он сейчас делает. Очень хорошо видна. Кроме того, не надо быть такими умными, в кавычках. Представьте себя на месте Дудя. Вы живете в тоталитарной, обдолбанной стране, где за любую высказанную позицию, не совпадающую с официальной, вы можете получить срок до 15 лет. Я бы хотел посмотреть на многих умников, которые теперь рассказывают, а что этот не встанет, не рванет рубаху, а что тот? Ну, он порядочный человек, Юрий. Порядочный. Я это знаю. И он, безусловно, будучи украинцем, этническим еще, и будучи в душе порядочным человеком, безусловно, он на стороне добра, а не зла. Кстати, вот во втором видео, 24-го числа, вы обратились к нему с призывом поднять этот вопрос, высказать свою позицию, и к Собчаку. Да. К Собчаку, как у вас отношение, поменялось ли? Вы понимаете, Ксения Анатольевна, она старается, я так понимаю, усидеть одной попой на двух стульях. С одной стороны, стул российский, с другой украинский. Она хочет и в глазах Украины не потерять, и хочет в то же время в глазах Путина, наверное, не выглядеть предательницей. Но эта позиция обречена на провал, потому что времена нынче такие, что они для центризма. Да, или ты здесь, или ты там. Между здесь и тут не бывает. Поэтому я думаю, что ее позиция изначально ошибочна, и она не будет иметь, в общем-то, хотел сказать, выгоды, но не выгоды, не будет иметь преференции от этой позиции. Ни там, ни здесь. Вот, кстати, с Зеленским многие заметили, как менялось ваше отношение к нему, во время предвыборной гонки вы его поддерживали, в какой-то момент перестали, и сейчас снова поддерживаете. Скажите, в какой момент до начала войны произошло это разочарование в президенте, и что послужило каким-то движущим элементом? Ну, я его не поддерживаю, он сам хорошо ходит, его не надо поддерживать. Ну, я имею в виду морально, политически. Это я так пошутил. Я в ходе. Да, значит, что касается Владимира Александровича, я его поддерживал не только во время президентской гонки, я его поддерживал все годы, которые я его знал, потому что это безумно талантливый человек, в который я был влюблен как в человека, как в артиста, как в личность, и с большой нежностью к нему относился. почему я его критиковал позднее? Вы жестко критиковали его. Жестко, жестче не бывает. Кстати, хочется заметить, извините, перебью, вы критиковали президента. Это отличная демонстрация того, что есть свобода слова. Конечно. Я критиковал президента, причем говорил об этом ему в глаза при свидетелях. Публично. Хочу подчеркнуть. Что меня не устраивало? Три позиции. Первая. Провальная кадровая политика, включавшая в себя засилие российской агентуры вокруг него. Борьба со свободой слова. Все эти законы, которые пытались принять против журналистов, это было отвратительно. И третья. Коррупция в стране, которая зашкаливала. Вот эти три вещи вынуждали меня его критиковать. Когда началась война, я считаю, любая критика президента, которая является символом государства, неуместна. Нам нужно победить врага Путина. Сегодня всем нужно объединиться вокруг Владимира Зеленского и делать все для нашей победы. Владимир Зеленский сегодня, это не просто Владимир Зеленский, это символ воюющего государства. Символ государства, которое, символ страны, которая дает отпор этой страшной фашистской уродливой гадине. Поэтому, слушайте, ну, у него есть очень хорошие вещи, за которые я его хочу похвалить публично. Первое, он хоть был наверняка соблазн убежать в первый день, а у кого его не было, я хотел бы посмотреть. Он остался в Киеве, и это оказало огромное мотивирующее воздействие на защитников нашей Родины. Это было мощно. президент в Киеве. Во-вторых, он очень достойно выполняет свои конституционные обязанности. В-третьих, он очень жесток в разговорах с лидерами европейских и других стран, и это мне очень нравится, потому что иначе разговоры они, как выяснилось, не понимают. С ними надо разговаривать именно так, и тогда они идут на какие-то действия конкретные. Поэтому я считаю, что он молодец, и сегодня надо поддерживать президента, потому что президент это Украина. Я вас услышал. По поводу Зеленского понял. Смотрите, какой из украинских политиков вас приятно удивил во время начала войны? Вот я от себя, например, скажу, меня приятно удивил Игорь Терехов, мэр Харькова. Я был более чем уверен, что это достаточно лояльный для России человек, и его действия, ну, они меня шокировали, признаюсь. Вот у вас есть такие люди? Я согласен с вами насчет Терехова. Он меня удивил. Ким Хорош, губернатор Николаевский. Еще целый ряд людей хороши. Надо сейчас думать о фамилиях, но в принципе те, кто в моем понимании были патриотами и настоящими патриотами, не бумажными, они в основном все подтвердили свое реноме, свою репутацию. А в ком-то вы разочаровались именно в украинских деятелях? Да нет. Все, о ком я думал, что они говно, говном и оказались. Все, о ком я думал, что они молодцы, оказались молодцами. Некоторых я просто не знал, они себя показали. Ну вот, вот удивил, пожалуй, да, Терехова. Вот знаете, еще до войны, за где-то пару недель в Украине начали появляться какие-то тенденции относительно ослабления налоговой нагрузки. После войны вы сами знаете, что она еще сильнее, эта тенденция усилилась. Я просто занимаюсь бизнесом и я это ощутил на себе, то, что послабляется налоговая нагрузка. Скажите, продолжится ли в принципе такая тенденция в Украине, на ваш взгляд, что будут снижать налоги? Мне трудно сказать это. Не знаю. Украина в тяжелой экономической ситуации, но опять-таки после нашей победы, я думаю, весь мир придет на помощь финансово в том числе. И я думаю, что денежки, которые российские, как олигархи, так и государство российское держало в западных банках и активы западные, они же все тю-тю, эти сволочи нанесли такой вред нашей инфраструктуре, нашим людям. Денежки эти придут к нам и я думаю, что экономика оживится. Что касается меня лично, я сейчас в плачевном финансовом положении, потому что я жил за счет аренды сдаваемых мной квартир, торговых, офисных площадей. Я это никогда не скрывал, я об этом рассказывал, это и составляло основу моей независимости финансовой. Вот сейчас, конечно, практически все стоит, ничего не работает. Меня, кстати, просили задать вам этот вопрос, но я из скромности не стал. Не скромничайте, спрашивайте. Вы зарабатывали за счет аренды и сейчас она стала. Вот у вас в Киеве, как я понимаю, сдавались площади, да? Да. То есть, никак не снимают, а казалось бы, пересеменции? Ну, снимают, снимают процентов пять, может быть, из всего, что я сдаю. И, конечно, это нанесло большой ущерб финансовый. Но, слушайте, люди сейчас столько теряют, что я считаю, ну, да, как-то, как-то протяну, как-то проживу, что-то придумаю. Вот. Ну, люди сейчас жизни теряют, а что такое по сравнению с человеческими вообще жизнями, что такое деньги, это вообще ничто. Система приоритетов у меня работает. Согласен, она у всех системы приоритетов изменилась. Такой еще, кстати, вопрос, помимо ослабления налоговой нагрузки, я надеюсь, что не временно все-таки, иначе это перестанет так стимулировать бизнес, но все же, начали ослаблять получение разрешения на определенные виды оружия. Как вообще, в принципе, вы относитесь к легализации оружия у гражданского населения? Нормально отношусь. При условии, что не будет коррупции при выдаче справок о психической полноценности. А это возможно в Украине? Не знаю. Хотелось бы верить, что да, но пока не верится. То есть, если бы мы знали четко, что оружие, право на ношение оружия получают люди психически адекватные, ок, но в принципе я вам скажу, что в стране столько оружия еще после начала войны в 14-м году, а сейчас, когда раздавали просто с машин автоматы, вы же знаете. конечно. Поэтому я считаю, что надо узаканивать и не заморачиваться по этому поводу. Кстати, я думаю, что будет меньше преступлений, потому что прежде чем пойти кого-то грабить, люди будут думать, может у него оружие есть, возьмет и выстрелит. Ну, так в принципе и работает в странах, где есть оружие. В Соединенных Штатах так и работает. Каждый думает, что у другого есть. Надеюсь, что у нас также заработает. Такой, кстати, к вам вопрос. До каких пор будет происходить ребрендинг партии регионов? То есть, у нас уже появилась новая под предводительством Бойко. По-моему, партия за жизнь и мир. Предыдущую запретили, новую они образовали практически в том же коллективе. Какой тогда смысл было запрещать? Вы знаете, для меня все, что связано с коммунистической идеологией и с идеологией русского мира должно быть под запретом однозначно. Если то, что сейчас они образовали связано с русским миром, надо запрещать. Однозначно. Такой вопрос интересный. Перспектива русского языка в Украине, на ваш взгляд? Вы знаете, я стараюсь на эту тему не говорить сейчас, потому что я считаю, что разговоры о языке, о памятниках, о национальных героях, они не способствуют цементированию общества, а наоборот разжигают какое-то противостояние. Поэтому я вам скажу о себе. Для меня русский язык это язык Толстого, Булгакова, Мандельштама, Ахматовой, Пастернака, Евтушенко и многих других великих поэтов и писателей, но это никак не язык Владимира Владимировича Путина. и то, что он говорит на русском языке означает лишь то, что так получилось. Не язык виноват в том, что эти орки сюда пришли под воздействием этого главного фашиста русского. Поэтому я не считаю, что борясь с российским фашизмом мы должны бороться с русским языком. По этой же логике борясь с Гитлером мы не должны были бороться с немецким языком и не боролись с немецким языком. Его преподавали в школах и после войны успешно. Поэтому скажу о себе и повторяю. Я родился в русскоязычной семье, с детства говорил по-русски, с детства говорил по-украински и в школе на уроках украинского языка и литературы и в компаниях, где люди преимущественно говорили по-украински. Мне не составляет никакого труда переходить на украинский язык. Я делаю это очень быстро, свободно и легко. И мне доставляет удовольствие говорить по-украински, если большинство моих собеседников говорит по-украински. Но дома я говорю по-русски в семье, с большинством друзей говорю по-русски, с подписчиками своими говорю по-русски, потому что русский язык расширяет географию. Это язык межнационального общения, не более того. Это великий язык. И повторяю, это не язык Путина. Это моя точка зрения. Вы прям такое живое подтверждение того, что язык никак не ущемлялся. Вы большую часть времени проводите в Киеве, в столице. Сталкивались ли вы хоть раз с какой-то дискриминацией русского языка? Никогда. Смотрите, в Киеве во времена моего детства процентов 90 говорили по-русски, может 95. Нет, 90, наверное. Советский Алик. Сейчас это снизился, этот показатель. Сейчас, ну, процентов, думаю, 60, 65, 70 говорит по-русски. Опять-таки, надуманная проблема. Азовцы, которые героически, самые большие наши герои, отстаивают Украину, они в основном по-русски все говорят. так что теперь? Рушит теорию все это? А ущемление русского языка? Да нет, теории. Теорию это придумывают болваны, которые вместо того, чтобы придумать теорию, как украинцам получать от 1000 евро в месяц зарплату, придумывают теорию, как бы рассорить украинцев внутри. Причем, думаю, что по заданию Москвы придумывают. У вас в целом изменилось отношение к россиянам? То есть, проводите ли вы границу между людьми в зависимости от их взглядов, я уточню, или для вас они стали неким общим чем-то и изменилось отношение? Смотрите, я никогда не обвиняю народы. Это мой принцип. Я никогда не скажу, что русские плохой народ или немцы плохой народ или китайцы плохой народ. Нет, это абсурд обвинять народы. Что касается России, я очень хорошо знал эту страну. Я много ездил по России во времена с конца 80-х где-то по середину 90-х. Ну, я служил в Советской Армии в России. Сначала в Новгородской области, потом в Ленинградской области. Я видел эту обстановку, это все, я уже кое-что понял. А потом, когда я занимался шоу-бизнесом и катал самых громких артистов по Советскому Союзу, а потом по России, это был конец 80-х до середины 90-х. Это мой первый большой капитал. Я объездил всю Россию. Я даже в Магадане и Хабаровске был. И представление о том, что такое Россия, у меня есть. Я всегда говорил все годы, что это отсталая, дурная страна, говорил это все годы. Но я не ожидал, что настолько все запущено. Глядя на этих сволочей, которые вот к нам попали сюда в виде бойцов российской армии, я не ожидал, что до такой степени все уже сгнило. Ну, видно, вот эти последние годы. Я же часто ездил в Москву брать интервью. У меня до 2014 года. Я туда ездил вот с наверное с года шестого. С 2006 по 2014 раз в месяц полтора в два я приезжал в Москву и брал в Питер иногда и брал за половину пятницы почти всю субботу. Вот я так ездил всегда. я прилетал в четыре вечера в пятницу и улетал где-то в девять вечера в субботу из Москвы. Вот за это время я успевал взять от четырех до семи интервью. У самых крутых людей в России писатели, поэты, артисты, космонавты, режиссеры, спортсмены, политики, какие-то научные работники и так далее. Ну, это элита была. Ну, вот я ездил часто, но я не думал, что они такие отбитые, они просто отбитые. Там есть какая-то прослойка, конечно, все понимающих умных людей. Я вспомнил Олег Митяев, я очень люблю его песни. У него есть песня «Жизнь замечательных людей». и там есть такой куплет. «Жизнь замечательных людей скрыта была взором наших длинным забором лагерей и немотой все понимавших». Вот все понимающие есть, но они немы, потому что задавят, они в меньшинстве. Отбитая страна, короче, отбитая, наглухо. Какие россияне у вас все-таки в почете сейчас? Такие наверняка есть, вы говорили про Чичваркина, например. Ну, да, Женя Чичваркин, Лия Хиджакова, Андрей Макаревич, Максим Галкин, Алла Пугачева, Артур Смоленинов, Мария Миронова, Данила Козловский. Да есть много порядочных людей, порядочных, которые не могут говорить эту хрень, произносить, совесть не позволяет, которые понимают, что есть добро, есть зло, и если ты на стороне добра, то тебе дорога в рай, а если ты на стороне зла, то тебе и в ад дороги можно не найти. Ну, есть такие люди, их мало, но они есть. А вот по поводу коллективной ответственности, считаете ли вы, что это справедливо или нет? Имею ввиду, что условно есть россиянин, который никогда не поддерживал Путина, он решительно осуждает войну, но эхо санкций, вот некой возникшей русофобии на него распространяется. Это справедливо или нет? И да, и нет. Если это распространится на Лива Хиджакову, мне будет больно. А если распространится на какого-то сторонника русского мира, я буду рад. Вы знаете, мне мои друзья, которые в Европе находятся, я же со многими созваниваюсь, они говорят, ты знаешь, мы зашли в аптеку, говорили на русском языке, а не с Украины, говорили на русском языке, им сказали, пошли отсюда, мы русских не обслуживаем. Я сам с таким сталкивался в Европе, кстати. Витя, а второй товарищ мой пришел в овощной магазин, в него луком запустили, он по-русски говорил. Говорит, я теперь буду украинской мовой спелкуваться там, потому что они думают, что я с Россией. Вот вся история. Я вспоминаю всегда хрестоматийный пример Советского Союза в 68 году вторгся в Чехословакию, вы знаете. Конечно. И мне Владислав Третьяк, великий хоккейный вратарь, лучший вратарь хоккейного мира, рассказывал потрясающую историю. Тогда поединки между сборными Советского Союза Чехословакии были очень такие, ну, не на жизнь, а на смерть. Две лучшие команды мира были, СССР и Чехословакия. И Владислав мне говорит, в году 68 или 69 на чемпионате мира он зашел в лифт и там стояли хоккеисты сборной Чехословакии в гостинице. И Недоманский такой хоккеист плюнул ему в лицо. Третьяк говорит, за что? Он говорит, за ваши танки в Чехословакии, в Праге. Ну, коллективная ответственность. Сам-то Владислав наверняка хороший человек. Коллективная ответственность. В него плюнули за то, что он представляет страну агрессором. Понятно. Но это именно та несправедливость, про которую я и спрашивал. То есть, она местами несправедлива. Алексей справедливости нет. Если бы была справедливость, не было бы Буча, Ирпеня и Бородянки. И многого другого. Ну, или Мариуполя. Да. Такой момент. У вас абсолютно сходящееся со мной отношение к Лукашенко сейчас. Он полностью отдал страну, как полигон. Отдал всю инфраструктуру для того, чтобы ее использовали против Украины. Но все же, то самое ваше интервью с ним. Оно было достаточно комплиментарным. Почему оно таким было? То есть, видно было, что вы испытываете какую-то симпатию, хотя и тогда было известно, что Лукашенко давит оппозицию, что он абсолютный диктатор. Почему оно было комплиментарным? Вы задали очень хороший вопрос, профессиональный и важный. Я вам на него искренне отвечу. Я имею у себя дома тетрадочку такую, в которую записываю людей, которые мне интересны для интервью. По какому принципу я вообще подбираю гостей своих? Я пишу историю. Я это сознаю, это моя миссия. Я ее делаю за свои деньги. Я никогда не работал на телеканалах. Я всегда дарил телеканалам свои программы. Появился YouTube, я их выставляю. У меня есть ощущение своей миссии. Нарисовать историю одной шестой части суши за последние 50-100 лет, условно говоря. Для этого я беру людей, которые становятся символами времени, символами эпохи. Тех, кто может рассказать что-то, пролить свет на события, рассказать чем жила эта территория в определенный период времени. Вот как-то так. У меня среди этих фамилий, там было 250 фамилий, был и Лукашенко, конечно. Лет 10 я предпринимал усилия для того, чтобы взять у него интервью. За месяц до выборов в Беларуси мне позвонил, кто мне позвонил, мне позвонил сотрудник его администрации Лукашенко и сказал, что «А вы еще хотите взять интервью Александра Григорьевича?» Я говорю, «Конечно». Говорит, «Хорошо, давайте тогда будем готовить». Оказалось, что сын Коля, он смотрит мои программы, мой фанат, и он сказал Александру Григорьевичу, «Папа, это мне Лукашенко сказал, что ты, ты Гордону дай интервью, больше никому не надо». Это было действительно первое и единственное интервью Лукашенко для Ютуба. Да, Ну, смотрите, просто оно… я договорю, Алексей, это важно. Мы договорились на интервью, оно откладывалось, он болел ковидом, я к нему приехал за дней пять или семь до выборов. Он только закончил болеть ковидом. Он мне еще показывал, он говорит, «Давайте сделаем так, вот руки, значит, мы…» и говорит, надо вот так и вдохнуть себя, говорит еще. И мы с ним, у меня есть видео такое, значит, мы с ним, жена снимала, и мы с ним вот так еще вдохнули. Значит, смотрите, я ехал к человеку, который занимал первое место в рейтинге доверия среди зарубежных руководителей президентов в Украине. 64% украинцев считали его лучшим, руководителем других стран. 64% украинцев. Я ехал к легитимному президенту, к человеку, который дружил со всеми украинскими президентами, целовался с Порошенко, с Зеленским, у них была очень большая такая дружеская привязанность один к другому. Я, в конце концов, вот сейчас самое главное, я ехал к человеку, который бросил вызов Путину. Потому что я знал подковерные истории, я, кстати, в интервью об этом ему сказал, я знал, что Путин хочет переизбраться в 24-м году как президент союзного государства. Для этого ему надо было поглотить Беларусь, и все, новая конституция, и он может спокойно, легитимно избираться. Но Лукашенко, он же политическое животное, он же не хочет быть губернатором, он хочет быть президентом, и он все время Путину отказывал раз за разом, причем уже риторика становилась жесткой, в результате Путин пошел на это обнуление знаменитое и так далее. Лукашенко занял по отношению к Путину очень жесткую непримиримую позицию. Мало того, мне Турчинов сказал, я в интервью это повторил, что Лукашенко пообещал ему в 14-м году, что ни один танк с белорусской территории не пойдет в сторону Украины. Я задал ему вопрос, это сейчас мем в интернете, в ютубе везде. Я спросил, вы можете подтвердить, что действительно? Он говорит, никогда! Мне это было крайне важно все, исходя из отношений нашей страны с Россией. Вы спросили, почему комплементарное интервью? Мне часто говорят, вот у вас комплементарное интервью. Я говорю, ребята, у меня свой стиль, и вы меня за него не ругайте, мне виднее, как мне брать интервью и у кого. Я хочу, чтобы люди со мной раскрывались в беседе со мной, а для того, чтобы они раскрывались, мне их надо чуть загипнотизировать, мне надо как-то их втащить на мою территорию, мне надо, чтобы они мне доверяли. Поэтому, да, у меня есть свои приемы, я уже раскрываю какие-то секреты. Мне надо расположить человека. Только когда человек откроет душу, будет хорошее интервью. А если ты ему скажешь, тут и пидорас усатый, ну какую он душу откроет, интервью закончится на этом. Поэтому те умники, которые мне советуют, их интервью набирает три просмотра, а мои набирают миллионы и десятки миллионов. Поэтому результат на табло, не надо мне ничего советовать, я сам знаю, что я делаю и как мне это делать. То, что он стал вытворять потом Лукашенко, сначала со своим народом, а потом с украинцами, вот это уже подонок, чистый подонок. И я об этом сказал, когда он первый раз разогнал белорусские протесты, через пять дней, по-моему, или через три дня после того, как якобы стал президентом, я тут же записал обращение к белорусам, где назвал его подонком. Можете посмотреть, оно в ютубе есть. А уж то, что он с моей страной вытворял, до прощения ему нет, гореть будет синим пламенем в воду и скотину. как вы думаете, собирался ли он вводить войска на Волынь, отказал ли он Путину или нет? Я думаю, не собирался, думаю, отказал. Я объясню, почему. У белорусских войск нет никакой мотивации. Белорусы это близкий нам народ, намного ближе, чем русские. Стрелять в украинцев, белорусы, ну это, я не знаю, что им надо покушать перед этим, или выпить, я не знаю, или понюхать. Поэтому, кроме того, они не боеготовые. Поэтому, если бы они пришли к нам, белорусы, ну мы бы их убивали, как убивали бы русских. Любого, кто придет на нашу территорию, будем мы убивать. Поэтому Лукашенко подумал так, сейчас перебьют часть моей армии, гробы пойдут в Беларусь, люди начнут возмущаться, кроме того, армия хоть что-то сдерживает, а так куча же народу хочет протестовать, наткнусь на внутренние протесты, Россия не поможет, наоборот, меня потопит. Короче, он взвесил. Это все за и против. Это такое политическое хитрое животное. Он все взвесил и понял, что лучше не дергаться. Он очень хитрый, пройдоха. Он всегда ищет свою выгоду и он понял, что лучше не дергаться. Вот я так думаю. Есть ли риск, что он все-таки решится и какой-то контингент отправит? Риск всегда есть. Просто сейчас там начались движения, армия границ. Это делает он, знаете, для чего? Попугать? Для того, чтобы украинская армия отвлекалась на границу белорусскую и не помогала на Донбассе нашим войскам. Я думаю, что риск всегда есть, но мне кажется, он дружит, Лукашенко, со здравым смыслом. Он очень осторожный. Такой вопрос. В тот день, когда вы давали интервью, вы сказали про Медведчука, что по вашим источникам он находится в Европе и вечером этого же дня оказывается, что его схватили СБУ. Как так получилось? Вас источник обманул или задержка информации пришла? По моим источникам, Медведчук находился в Венгрии. Мне сказал человек, которому я доверяю, что Медведчук через украинско-венгерскую границу, где у него есть окно, потому что он был, это Закарпатье, он там был долго депутатом, он контролировал этот регион, у него очень хорошие связи. Мне человек говорит, что Медведчук через границу в Закарпатье перешел в Венгрию. А поскольку, я вам уже рассказываю, как есть, поскольку Орбан близок с Путиным, то оттуда его переправят в Москву. Вот так мне сказали, дали такую информацию. Я ее выдал в эфир. То, что Медведчук оказался в Киеве, ну прекрасно. Мне просто потом писали, Гордон предупредил Медведчука. Глупость. Наоборот, его можно было только усыпить этим. Потому что наши спецслужбы-то знали, где он, и все сделали на высшем уровне. Поэтому нет. Ну бывает, что источники говорят неправду. Бывает такое. Бывает, что их вводят в заблуждение. Это тонкая материя. Тут так просто часто не получается. Дмитрий, что мы с ним делать будем? На кого его менять? Потому что, кажется, на него там забили уже в России. То есть, вроде своих уже бросили. Я думаю, что он не нужен Путину, потому что он дает показания. Причем, насколько мне опять-таки говорят, вот я встречаюсь с разными людьми в Киеве. Они говорят, что он дает показания очень обильно. Он понял, что его Путин забирать не будет. Потому что Медведчук много раз тратил путинских денег на себя, вместо того, чтобы тратить на борьбу с Украиной. Ну, просто украл много денег, как мне говорят. Поэтому Путин на него зол. И выручать его не будут. Поня в этом, Медведчук дает объемные показания нашим спецслужбам. Такое хочу от вас мнение услышать. Как вы относитесь к этой тенденции сноса памятника в Украине? Демонтаж советских танков, например, или как было в Западной Украине, снесли памятник Пушкину, например. Как вот вы к этому относитесь? Вы знаете, я бы сказал так. Война с памятниками, давайте оставим ее на после победы. Но у меня есть очень такие устойчивые понимания. Все коммунистическое пошло в жопу. Все эти памятники Ленину, Сталину, Брежневу, Суслову, этим людоедам всем, нам это не нужно. Это не наша история. Есть памятники, которые представляют историческую ценность. Например, памятник Ленину, который разбили напротив Бессарабки, это был серьезный памятник, который представлял культурную ценность. Я бы его аккуратно снял. Сделал бы в Киеве где-то на выставке о достижении народного хозяйства, условно говоря, какой-то советский парк, чтобы приходить и рассказывать, какая уродливая власть была в нашей стране в свое время. И вот такой памятник Ленину перенес бы туда, перенес бы памятник Щерсу туда. Кому нужен нахер этот Щерс, красный командир? Никому не нужен. Стоит в хорошем месте, на бульваре Шевченко. Снять он хорошо сделан. Кстати, мало кому известно, что лепили Щерса с Леонида Макаровича Кравчука. Молодой Леонид Кравчук позировал для фигуры Щерса на памятнике. Он мне об этом рассказывал. Щерса снять. Танки эти. Ну, это неэстетично, неинтересно. Памятник Пушкину. Слушайте, меня памятник Пушкину в Киеве не раздражает. Он красиво сделан. Если в Закарпатии считают, что Пушкин им неинтересен, ну, пусть сносят. это их местная история. То есть, давайте каждый город будет решать, какие памятники ему нужны, какие нет. Я бы упростил ситуацию. Понял. И вот такой последний у меня вопрос будет к вам. Такой глубокий. Главная проблема украинского народа, с которой приходится работать. Вы знаете, у нас потрясающий народ. Я говорю об этом просто с восхищением. Почему? У нас может быть хреновая власть. У нас может быть неразбериха в стране. Коррупция жесточайшая. Все, что угодно. Но час икс. Вдруг наш народ проявляет такую самоорганизацию? Вдруг так самоорганизовывается? И вдруг так говорит нет решительно то ли Януковичу, то ли русскому кораблю, то ли вообще этой Навале всей. Это удивительный народ. При этом побеждая, он опять погружается в коррупцию. В этом тоже удивительность для меня. Я надеюсь все время. Вы знаете, первый раз я надеялся после победы Виктора Андреевича Ющенко в 2004 году мне казалось ну вот сейчас вот сейчас боже выстрадали мы я активно участвовал в Майдане я знаменитую речь произнес на пятом канале через полтора часа после того, как Януковича президентом уже назвали я призвал всех выходить на Майдан она есть в Ютубе вот казалось сейчас оно все начнется нет коррупция Майдан 2014 года кровавый потеря территории казалось бы ну хоть сейчас коррупция во время войны сейчас что творится с гуманитаркой ну берут же людей просто СБУ задерживает высокопоставленных чиновников они крадут гуманитарную помощь но задержание ждут и мы же знаем это все вот вот это хочется чтобы мы жили как американцы как немцы как швейцарцы как норвежцы очень хочется как нидерландцы очень хочется ну что-то всегда мешает но зато мы героический народ и такого героизма у других народов нет потому что когда героические защитники Мариуполя более 80 дней без воды без еды без лекарств без света без медикаментов нужных для операции без какой-то поддержки такой с воздуха держат Азовсталь но я хочу сказать а у нас есть аналоги вот в мире за последние там сто лет когда бомбят из всех видов вооружения они стоят украинцы стоят Дмитрий огромное вам спасибо за выделенное время за очень такие развернутые плотные ответы большое вам спасибо надеюсь что вы придете к нам еще в гости у меня аудитория прям вас любит у вас правильная аудитория да притом хочу заметить у меня средний возраст аудитории такой там 16-27 и вот прямо они вас души не чают остаетесь интересными я вам скажу что у меня вот в инстаграме миллион триста чем-то тысяч подписчиков процентов 75 из них от 13 до 27 или 28 лет а и ваши шутки в комментариях нравятся они ради этого подписываются мне постоянно их присылают что самое интересное это пишу я кстати никто не сомневается не не мне писали на вас работает коллектив авторов я говорю на меня работает два коллектива автора но шутки пишу я спасибо вам в общем огромное надеюсь придете еще спасибо Алексей приду и приеду это приятно в общем до свидания до скорых встреч спасибо спасибо счастливо